Всем привет, с вами Миша Дарко. Два крайних фильма, на которые я делал обзоры, были... ммм... с мягко говоря крайне раздутыми бюджетами, наличие которых ну никак не ощущалось в самих фильмах. Ну что ж, пришла пора пойти по другому пути. А что если я скажу, что есть фильмы, бюджет которых составляет пару сотен тысяч долларов, но тем не менее видно, что каждый цен потрачен не зря. Именно таким фильмом и является Шелуха, снятый по одноименной короткометражке 2005 года. Это кинцо в свое время просто взорвало различные фестивали хоррор-фильмов. Но так ли он хорош, как принято считать? Узнаем это сразу после замечательной грамоты с моими любимыми донатерами. Если тоже хочешь попасть на такую же грамоту, просто задонать мне на стриме любую сумму. А мы начинаем. Итак, фильм начался, и наша веселая компашка в количестве пяти человек уже едет на убой. Вокруг бескрайние кукурузные поля с мертвыми мальчиками, стоящими вдоль дороги. Знакомьтесь, чувак, чью имя нам знать не обязательно. Скоро поймете почему. Крис, умник, телка спортсмена и сам спортсмен, который пока за кадром. Их ненавязчивый разговор прерывает самый что ни на есть настоящий птицикалипсис. Да, это жестко. Только вот, что за скорость была у их тарантаса, если бедные птички от удара превратились в повидло из дерьма и перьев? Очнувшись после аварии, ребята выясняют, что тут среди полей не ловит телефон. Чуете, чем пахнет? Клише. А еще они не досчитались одного из друзей. А куда подевался Джонни? Возможно пошел искать заправку или еще что-нибудь. Вы серьезно думаете, что чувак, очнувшись после аварии, первым делом не осмотрит товарища и окажет им помощь, а побежит к ближайшей ферме, где сочная селянка уже так жаждет потискать его вялого? Да я в ахуе. Короче говоря, ребятки замечают домик, стоящий среди кукурузы. И спортсмен с умником решает проследовать до него в поисках утраченного ковчега. То есть в поисках потерянного друга. Несомненно, Марта! Они натыкаются на интересную находку. Из этого следует, что они не первые путники, которые попали в ловушку этого дьявольского места. Но больше, чем убитая колымага, настораживают другое. А ну, подсади меня. Я бы на вашем месте держался от него подальше. Не дай бог это чудо выпустит коготки. Девчонка и Крис же в это время не особо скучают. Может это глюки от того, что ты перекушала таблеток? Но кроме странных голенов, есть более реальные, но не менее пугающие вещи. Что это? Ну, по логике вещей, им надо бы снять с него маску, чтобы убедиться, что это действительно пугало, а не какой-нибудь невинно убиенный Буба Риттер. Но нет. Наши мегамозги просто кладут на это болт. Тупые люди, тупые люди, они везде. Тем временем, ребята доходят до дома, в котором на втором этаже горит свет. Хотя, по внутреннему убранству хаты, можно подумать, что в ней никто не живет. Ну, или то, что это убежище маньяка-убийцы. Ну, да ладно. Парни, услышав шум, поднимаются наверх и видят такое, отчего у меня волосы на яйцах зашевелились. Страшно? Да просто обосраться можно. Потом трупец неожиданно залипает. И в этот же момент на девушку кто-то нападает. Да такое агрессивное пугало бы даже не получилось соблазнить, чтобы избежать смерти. Спортсмен слышит ужасные вопли своей чики. И страданув, потому что она никогда так не кричала, даже во время секса, бежит ее спасать. Но находит лишь... Эй, а когда уже успело потемнеть? Пока наш плейбой тащил на себе остывающее тело своей подруги, которая постепенно начала превращаться в Элджея, на него нападает сраная пугала. Их оказывается на самом деле несколько. Ну что ему сейчас мешало убить здоровяка? Да хуй его знает. Итак, парни выясняют, что они окружены. Безопасно только в доме. А их дохлый дружок уже бегает по округе, превратившись в пугало. Они порезали Натали. Порезали ее на куски, чувак. Ой, я бы на твоем месте попридержал язык, а то ее бойфренд психанет. По итогу умник и спортсмен отправляются разведывать обстановку. Ищи ключи. Вау, сколько народу тут полегло. Неплохо для пугал, но семейка каннибалов из западной Вирджинии все равно тащит. Внезапно на очкарика нападают странные видения об этом месте. Оказывается, что мальчик по имени Исаак сколотил вокруг себя культ, поклоняющийся тому, кто обходит ряды с кукурузой. Нет. На самом деле ему приходит образ семьи, в которой папка явно любит одного сына больше, чем другого. Крис же, в свою очередь, ищет в доме, чем бы поживиться и находит ключики от мафынки. Да-да, вы правильно поняли. Девчонка пришла шить. Но перед этим ей необходимо сделать себе орудие для убийств всяких чудиков. Чувак по-добру-поздорову логично решает ускользнуть через окно. Больно, наверное, было. Ну, как вы уже, наверное, поняли, каждая жертва идет в дом шить себе маску. А потом становится пугалом. Так вот, почему бы ребятам просто не разбить швейную машинку? Как мне кажется, это нихуевый такой сюжетный просчет. Помните, Крис нашел ключи от машины? Так вот, они оказались от неплохого такого Шевролея, который на ходу. И будто только и ждет наших ребят в гараже. И как-то это странно, ведь все машины в округе убиты. А этот Шевроле вроде как новый. И, ну, никак не может принадлежать хозяевам фермы, которые, судя по фото, жили здесь в начале 20-го века. Так что же это? Очередной мохнатый сюжетный провал? И в тот момент, когда уже можно было уехать, спортсмен ловит белку. Я без нее не уеду. Ты что, издеваешься? Сейчас она мертва. Заткнись. Я бездарюсь. Это насколько нужно быть тупым или дохрена влюбленным, чтобы так дико снесло башню на почве дохлой девицы? Забейте. Нашего умника одолевает очередное видение. Из него следует, что некого колдуна казнили сотни лет назад. А теперь его дух вселился в пугало, чтобы убивать людей. Опять мимо. Все оказалось гораздо прозаичнее. Брат убил брата, такое за основу не взято. А потом брат шил для брата братишки маску и повесил вместо пугла его труп. А так как наш очкарик в своем бреду уже вступил на кукурузное поле, на него тут же нападают злые пидры. Прошу, не надо. А эти гвозди на пальцах не менее эффективны, чем перчатка Фредди Крюгера. Но какими бы крутыми эти ублюдки не были, могучий удар топора по соломенной репе решает все вопросы. Хочешь жить? Пошли со мной. Ну, собственно, спрашивается, а чего это именно очкарик видит всякие видения? Ах да, еще и телка их видела. Я теряюсь в догадках. Наверное, они нюхают одни и те же вещества. Ну да, соль для ванны. Спустя 50 минут фильма, ребятки все-таки решают более тщательно осмотреть дом. И что весьма кстати, потому что там есть чему поразиться. Да-да, это наш брат и убийца, который помер с голодухи, потому что не мог выйти за пределы кукурузного поля. Братская любовь, она такая. Осталось выяснить, что стало с их отцом. Пока наши чуваки игрались в сыщиков, Крис, который внезапно умеет заводить машину, замкнув провода, психует и угоняет тачку. Но уехать далеко не получается. Ну вот так их можно легко убить. Это еще один аргумент в пользу того, что они должны расхуячить долбаную швейную машинку. Прибывший он на помощь спортсмену убивает экс-геррфренд. И это тот случай, когда фраза «Хороший, плохой, главное у кого ружье» не работает. К сожалению, спортсмен пал смертью долбоеба. И наших дружков пирожков осталось двое. Но наш умник же не зря носит свои очки и читает книжки. У него рождается весьма годная теория. Этот парень убил своего брата и спрятал его в поле, превратив в пугало. И теперь этот брат, то есть его дух, он перелетает от пугала к пугало и убивает всех, кто там появится. Я хочу сказать, что пока он занят кем-то наверху, мы можем сбежать. Только одно волосатое «но» притаилось за углом. Он сказал, что когда дух вселяется в тело, чтобы сделать из него пугало, им ничего не помешает сбежать. Хотя, в начале фильма дух покинул тело их друга прямо во время шитья, чтобы вселиться в пугало и убить девушку на поле. Так что правила, установленные фильмом, весьма условны. Пока я тут распинался, трупак спортсмена пришел на сеанс кройки и шитья. А это значит, что у ребят появился шанс. И нет, чтобы просто бежать, сломя голову меж кукурузы в сторону дороги, наши гении придумывают изощренный план, цель которого – сжечь эти адские поля. Ну, конечно, все идет по пизде, и парни дико огребают. Особенно Крис. Очкарик уже везет чуть больше, хотя его и берет в плен пугало. Кстати, это босс, ведь это пугало того убиенного парнишки. Оно что-то психует и начинает измываться над телом Криса. Зачем? Просто по сценарию нужно, чтобы оно стояло спиной к очкарику, который беспрепятственно проткнет его вилами. А я думал, что к концу фильма герои поймут, что умертвить пугало можно только разъебав его котелок, либо сняв с него маску, соответственно. Боже, это спасение выглядит более фантастично, чем вот это. Умник бежит, сломя голову, пока из последних сил не добирается прямиком к их машине. Слава Одину, мимо проезжают еще одни забредшие путники, которые обязательно его спасут. И почему у фильмов, которые я обозреваю, это кредо хэппи-энд? Ну что ж, фильм весьма годный, и я вовсе не делаю ему поблажек из-за дико мизерного бюджета. Хорошая атмосфера, нескучное повествование, живые герои, каждый со своим характером, весьма небольшой хронометраж, это плюсы. Из минусов я бы отметил некоторые логические несостыковки, о которых я уже говорил в самом обзоре. Ну и поведение героев в некоторых моментах сложно было назвать адекватным. Но это уже претензии к сценаристу и режиссеру в одном лице. Ну а с вами был Миша Дарко. Обязательно оставьте коммент, ведь их так мало. Подписывайтесь на канал, если здесь первый раз, и на мою группу ВК. Также можете подписаться на паблик моего товарища, притом поехавшего. Актуальные новости без цензуры и куча других рубрик. На этом все. Всех люблю. Всем пока.